Уважаемые друзья, если вы хотите оставить свой след в истории, выпустить мемуары или историю своей семьи, познакомить мир со своими исследованиями, то наше издательство будет радо реализовать этот проект. Наши преимущества – это сильная медийная составляющая и индивидуальный подход каждому автору. Подробности в описании. Сразу хочу сказать, что вот эти журналисты, которые размещают в интернете картинки, как движутся наши колонны, с указанием места этих колонн, по его тому, что противнику удалось однажды успешно нанести удар по нашей колонне с большими потерями для нас. За это вот колонны, за эти публикации, эти каналы и этих журналистов надо вешать. За такие публикации. Это предатели, которые дают наводку противнику для нанесения удара нашей армии. Но если не так радикально вешать, то пожизненный срок – это точно. Причем на самом крайнем севере и без отопления, без ничего. Чтобы там изгнили как можно быстрее. Вот это мое твердое убеждение. Вот этих журналистиков поганых. Потому что это уже измена, открытая измена. Пусть даже по глупости. Кстати, я начал с того, что нет более страшного врага, чем дурак в своих рядах. Вот такие дураки, которые там сидят и публикуют все это дело. За это надо карать с предельной жестокостью, с максимальной жестокостью. Теперь еще один момент, который определяет логику действий нашей страны. Наша страна все время стремилась не допустить вот этой эскалации, втягивания НАТО в этот конфликт. Потому что прекрасно понимала, что в случае, если такое произойдет, конфликт быстро превращается в ядерную фазу. Это 100%. Основным театром военных действий как раз будет Украина и прилегающие страны. Поэтому никто из нас этого не хочет. Чтобы наши города, Николаев, Одесса, Киев, вдруг стали Харьков той же самой, точками, где будут носиться ядерные удары, где будут бегать наше русское население. Поэтому мы всячески это дело оттягивали. Когда мы говорим об оттягивании вот этого всего дела и о войне, то надо понимать, что у войны всегда есть два фронта. Фронт внешний и фронт внутренний. Если говорить о внешнем фронте, то вот такая политика осторожного сдерживания агрессора с целью недопущения провоцирования более мощных действий, вот она имеет определенный предел. Этот предел наступает тогда, когда противник начинает осознавать, что можно продолжать эскалацию, мы все равно ответа не получим. И тогда вот эта сдержанность начинает работать в обратном направлении. Тогда противник начинает еще больше наглеть, вести, идти путь по эскалации, понимая, считая, что ответа не будет все равно. Вот у меня складывается впечатление, что, исходя из общей обстановки и характера действий Украины на Курской области, появление Ф-16, вот это все основания, что враг решил уже, что, ну, они прямо открыто о том говорят, что Россия не пойдет на применение ядерного оружия, никто не решится, вот, что враг решил, что можно продолжать давить на Россию, наносить уже удары самые глубокие по самым коренным районам нашей страны, наносить, вторгаться вот на нашу, переходить в все мыслимые и немыслимые договоренности, которые были, мы все равно отвечать не будем. Исходя из этого, я, кстати, могу сказать, что вот это молчание вокруг Приднестровья скоро может прерваться, если мы не отреагируем на вот эти действия решительного оружия. И вот у меня такое впечатление, что вот враг уже вошел в это состояние. А это означает, что если сейчас не будет радикально решен вопрос с разгромом вот этой вот группировки ВСУ, причем демонстративно жестко, с окружением и уничтожением всех трех бригад, полным физическим уничтожением, за исключением пленных, всех остальных уничтожить, тотально, вот, без права выхода, вот если мы это не сделаем, то тогда надо ожидать других действий. Ну, во-первых, ударов ВСУ по нашим другим регионам, раз. Второе, удар ВСУ и Молдовы синхронно с двух сторон по Приднестровью, он пойдет. И третье, уже будет при определенных условиях переход к применению ядерного оружия, даже ведь без ввода войск НАТО. Отсюда важный вывод, что сегодня российским вооруженным силам и, в первую очередь, не армии, российскому политическому кровообству надо принять решение о том, чтобы российские войска решили задачу решительного разгрома противника. Это требование с точки зрения внешнего фактора. Но есть и внутренний фронт. Это главный враг пятой колонны. И внутренний фронт у нас главный. И вот уже сейчас один из олигархов открыто выступил, он и до этого выступал, с требованием, подчеркиваю, немедленно прекратить боевые действия России на против Украины СВО, прекратить СВО. И второе, что СВО на СВО непомерно большие материальные затраты. Ну, начнем с того, что самые большие затраты, которые понесла наша страна, это, в первую очередь, на вот этого ворюгу-палдонка-олигарха и других ему подобных. Никакой СВО, с вами не съемьего термия, которую мы понесли, от появления этих мерзавцев, нет. Все остальное СВО намного меньше затрат. Это раз. Второе. Фактически это есть не что иное, как ультиматум пятой колонны российскому президенту. То, что они готовятся к свержению действующего президента, это очевидно. И вот эта атака рассчитана именно на то, что наш президент, наша армия не решится на такие действия решительные. И в итоге будет создано благоприятные условия для свержения действующего президента силами пятой колонны. Вот смысл вот этого удара в СВО. С точки зрения внутренней ситуации, критически необходимо решить вопрос решительного уничтожения путем окружения вот этих колонн и демонстративно решительного входа в Сумскую область с целью зачистки. То, что вы смотрите, это ознакомительный фрагмент. Полную версию смотрите на нашем премиум-канале по ссылке в описании. Новым пользователям 7 дней бесплатно.